Британские СМИ делают прогнозы по поводу состава нового кабинета министров. Ключевые посты в свой первый рабочий день, и новая премьера уже раздала. Сегодня раздача портфеля продолжится. Пресса считает, что Тереза Мэй будет склоняться к гендерному паритету. Между тем, главной сенсацией стал поворот в карьере бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. За ним давно закрепилась репутация политика, которая умеет удивлять. Ну и, конечно, всех волнует, как новое правительство справится с серьезным испытанием выходом Британии из ЕС. Дмитрий Сошин продолжит. Похоже, Тереза Мэй решила отложить вечеринку по случаю назначения ее на должность премьер-министра. Первые имена стали появляться уже через полтора часа после ее переезда на Даунинг-стрит. Пост министра иностранных дел получил главный идеолог Брекзита, бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Когда Джонсон появился во дворе резиденции, выглядел он так, как будто давно ждал, что его сюда позовут. Политику, который активнее всех сжигал мосты с единой Европой, теперь придется их заново возводить. Британскими дипломатами будет руководить человек, который, по общему мнению, не в состоянии вести себя дипломатично. Типичной на эту новость была реакция Анжелы Игл, второго человека в лейбористской партии. Борис забавный человек, милый такой, скачет вокруг, мечтает стать премьер-министром, и ему никогда не... Что? Его только что назначили министром иностранных дел? Журналисты сетевых изданий описывают то, как официальный представитель Госдепа США, Марк Тонер, изменился в лице, узнав об этом назначении. Газета Daily Mirror вышла с заголовком. Борис Джонсон – министр иностранных дел. Дорогой мир, прости нас. Социальные сети тоже долго не могли успокоиться. Британский юмор не имеет границ. Так британские дипломаты реагируют на назначение Джонсона. За пределами Британии Джонсона знают как человека, который во время Олимпиады в Лондоне застрял на канатной дороге с британским флагом и наглядно показал японским школьникам, как надо играть в регби. А недавно он назвал Барака Обаму лицемером. Вы рады новой должности? Да, я очень рад. Я горжусь, что был удостоен такой чести. Я думаю, что Тереза Мэй верно сказала, что у нашей страны есть большие амбиции, и консерваторы должны двигать страну вперед. У нас есть возможность выстроить успешные отношения с Европой и остальным миром. И я счастлив в возможности участвовать в этом. Но вам для начала надо кое-перед кем извиниться, например, перед Обамой. Да, как я и сказал, перед Америкой извинюсь в первую очередь. Любопытно, что в правительство не позвали другого видного евроскептика, Майкла Гоула. А ведь он фактически помешал Джонсону стать премьер-министром. И таким образом освободил дорогу для восхождения Терезы Мэй. Бывший министр иностранных дел Филипп Хаммонд получил портфель министра финансов. Человек, известный жесткой, подчас истерической антироссийской риторикой, занял важнейший в правительстве пост. Эксперты, правда, не уверены, сможет ли он в столь сложный момент вести британскую экономику в правильном направлении. Мэй сдержала свое слово и создала новое министерство по делам выхода из Евросоюза. Его возглавил ветеран британской политики Дэвид Дэвис. 11 лет назад он проиграл Дэвиду Кэмерону на выборах председателя консервативной партии. Кэмерон ушел, Дэвис вернулся. Многие называют эту должность расстрельной. Дэвису предстоит вести болезненный процесс развода с Брюсселем, а он может растянуться на долгие годы. В свое родное министерство внутренних дел Мэй доверила 52-летний Амбер Рут. Бывший банкир, Рут уже имела опыт работы в правительстве. Правда, в должности министра энергетики и окружающей среды. Главой оборонного ведомства остался Майкл Феллон. Похоже, другой кандидатуры на этот пост у Мэй просто не было. Это будет правительство национального единства, заявила премьер-министр. По идее, евроскептиков и сторонников Единой Европы в нем должно быть поровну. Но пока окончательный состав неизвестен, говорить о единстве в рядах еще рановато. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Антонина Кукушкина, Первый канал, Лондон.